В подготовке грандиозного новогоднего торжества Ваненцова принимали участие представители местных властей и общественных организаций. Спектакль подготовил театр Натальи Бондаревой, а интерактивную программу разработал театр народного творчества. В организации принимали участие комитет по делам молодежи, культуре и спорту и управление образованием. Конечно, каждый год глава приглашает детей на елку, но сегодня, я думаю, что мы впервые сделали это с таким размахом. Мы постарались учесть все необходимые нюансы, которые могут возникнуть. Сделали большую интерактивную программу и, конечно, шоу будет потрясающее. На празднике присутствовали представители самых разных социальных групп. Например, многодетные семьи. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, демографическая статистика показывает, россияне не боятся создавать семьи. Согласно данным Росстата, за минувший год население страны увеличилось более чем на 2,5 миллиона человек. Кроме них, елку посетили и воспитанники коррекционных школ. Я пришла сюда со своими учениками. И праздник вам нравится, ребята? Да! Вот наш ответ. Сегодня здесь, на этом новогоднем празднике, представлены самые разные игры и развлечения для ребят. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что у вас сегодня за развлечение для ребят предлагается? Здесь у нас проходит мастер-класс для детишек. И непростой мастер-класс. Мы нашли елку, которая была у нас ненаряжена, в отличие от этой красивой, и решили ее украсить шариками. А шарики мы тоже, в свою очередь, украшаем вот такими блестящими, красивыми платочками, обворачиваем их блестящими ленточками. Детишкам очень нравится. Кроме конкурсов, перед спектаклем работали интерактивные площадки, где для всех желающих проводили мастер-классы по изготовлению атрибутов Нового года. Наносили аквагрим. Там ребята преображались в сказочных зверушек и героев любимых мультфильмов. Мне понравилось, как рисуют здесь, в лице. А что рисовали? Мне Микки Мауса. Дочке Марины Кристине 7 лет. На районы елки они впервые эмоции говорят сами за себя. Пригласительное нам дали для сына и для Кристины. Но к большому сожалению, еще раз хочу сказать, наш сын сегодня здесь не может присутствовать. Он учится в Дмитриеве. В полдень началось театральное представление. Сюжет актуален как никогда. На улице слякоть идет дождь. Девочка Алиса и ее друзья никак не могут дождаться снега и настоящей зимы. Дождь льет, как из ветра. И ни одной снежинки. Неужели в этом году не будет снега? Ну почему же Новый год не приходит? Не горюй, Алиса. Нужно верить в чудо всем сердцем. И Новый год обязательно придет. И как в любой хорошей сказке, Новый год действительно приходит. Алиса с друзьями преодолевают волшебный лес, находят чудесные часы и время стремительно набирает ход. А вместе с ним к Алисе и сидящим в зале ребятам приходит настоящее новогоднее настроение. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.